Обама и Путин два мощных мэна нашего мира. Я думаю, что выигрывает тут явно Путин. У нас в России очень сильный лидер. И я верю в то, что вот именно наш Путин, если сравнить его с Обамой как личностью, в несколько раз сильнее. То есть он может просто одним взглядом, мне кажется, в анабиоз ввести господина Обаму. Мы свобода любим, конечно, больше. Только они вдвоем знают, о чем они говорят. Нам все равно до конца это не покажут. До конца мы этого сами толком не поймем, пока они сами вдвоем что-то не решат в тех телефонных звонках, которые нам не будут нигде показывать. Не будут они главами государств, совершенно по-другому, наверное, складывались бы эти отношения. Если бы они были просто обычными людьми, допустим, преподавателями в одной школе, то я думаю, что у них были очень хорошие дружеские отношения. Но, конечно, это колоссальный груз ответственности. Он давит на их плечи. Между Путиным и Обамой на сегодняшний день, конечно, конфликт есть. Это очевидно, поскольку они являются лидерами и олицетворениями, можно сказать, двух наций, двух огромных государств. И кто-то, в большей степени, наверное, вот Владимир Владимирович полностью олицетворяет сегодняшнюю Россию. Она, как никогда, монолитна, и он является выразителем точки зрения, идеи, там, 90 процентов, наверное, населения нашей страны. Наверное, у них есть какие-то личные взаимоотношения, но такое ощущение, что не очень близкие. Я думаю, скорее об этом можно говорить как именно об отношениях между Россией и США. Отделить деловую и личную части общения, допустим, Путина и Обамы или Путина и Меркель практически невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова